Просто она шлюха, поэтому она от меня и ушла. У меня такая тема, что я никогда не нравился девушкам сам по себе вот так. Я думал, а ты хороший, вот всем вам одно и то же надо. И тогда Рерода такая у нее мама была шлюхой. Бабушка, прабабушка и даже кошка, которая у нее дома живет, тоже, сука, шлюха. Она уже прямым текстом давала понять, что вы меня заебали своими, блядь, кортами, хоккеями, театрами, музеями. Возьмите просто и присуньте мне уже. Потому что с секса начинаются отношения. Здорово, Эль Шамшурин. И это видео о том, почему так важно знать и понимать психологию женщины. Потому что если ты хочешь найти себе самую лучшую девушку, если ты хочешь погулять и соблазнять разных красивых, самых лучших, то есть до любых, они в принципе от красоты, это не зависит. Тебе просто непременно нужно знать все нюансы и тонкости женской психологии. То есть чем отличается мужчина, востребованный у женщин, любимец женщин от обычных, от 90% мужчин, тем, что он понимает, что стоит за теми или иными словами девушки, за теми или иными жестами, способами поведения, паттернами поведения и так далее. То есть этот мужчина знает психологию женщин, этим он и отличается. А, собственно говоря, для обычных среднестатистических, вот эта вот хрень, что, ой, женщины, они говорят одно, делают другое, думают третье, там, а хотят четвертое, бла-бла-бла. Это все вполне объяснимо и здесь абсолютно понятный конструкт. И если ты в нем начинаешь понимать, это то же самое, что ты смотришь на самолет, думаешь, о, самолет летит, там, как-то он летит. Ты будешь знать, как он летит, ты будешь знать, что делать для того, чтобы он взлетел, для того, чтобы он сделал посадку и так далее. Итак, смотри, значит, что хочу сказать. Хочу тебе надавить на больное. Сколько боли, сколько разочарования, сколько девушек, особенно если девушки очень сильно тебе нравились, то есть сколько было пропущено тобой и упущено тобой только из-за того, что ты не знал и не понимал женской психологии. Причем некоторые думают, что это какое-то случайное стечение обстоятельств, что это вот так получилось, там, она динамщица, она то-то, она то-то. Ну, такой экстернальный локус внимания, когда ты считаешь, что в твоих обедах виноват тот и другой. Собственно, об этом будем говорить. Сейчас будет несколько примеров в этом видео того, где можно затупить, не зная женскую психологию. То есть смотри, допустим, девушка пришла к тебе домой после 63-го свидания уже, наверное. И, как говорит одна моя знакомая женщина-психолог, если девушка пришла к тебе домой, она должна быть либо женщиной, либо никем. Она пришла к тебе домой, ты пытаешься с ней сблизиться, заняться сексом, она говорит, ой, нет, что ты, ты торопишься, это всего лишь 63-е свидание. Если я пришла к тебе, это еще ничего не значит. Ты вообще-то меня привел там чаем напоить хотел, а ты меня обманываешь. То есть она как-то включает какие-то барьеры, хотя такое бывает не всегда. И, собственно говоря, секса не было, не случилось. То есть ты попытался, она говорит, ты слишком торопишься, я думал, а ты хороший, вот всем вам одно и то же надо и так далее. Ты не знал, как на это отреагировать, ты не знал, почему она так говорит, потому что тем более этот момент для тебя очень важен. И ты слился. Ты пригласил эту девушку к себе домой, и в следующий раз она не пошла. И вообще она слилась. Почему она могла это сделать? Потому что она могла утерять, скажем так, природный интерес к тебе, как к сильному самцу, как к мужчине, которого она хочет в плане секса. Зачем ей мужчина, который не может с ней заняться сексом? Она же не сама будет на тебя напрыгивать. Во-вторых, можно было, наверное, как-то исправить ситуацию, пригласить в какое-то социальное место, да, потому что для нее важно не показаться доступной и так далее. И оттуда уже переместиться к тебе домой. Ну, то есть ты пригласил ее снова, сделал попытку, пойдем ко мне домой. Она не пошла. Следующая ситуация. Например, девушка, ты ей звонишь, она не берет трубку. Либо ты ей звонишь, она взяла трубку и говорит, слушай, я перезвоню. И мужчины совершают такие ошибки, типичные ошибки. Либо они начинают, если она не берет трубку, названивать, прям часто-часто начинать смс-ками забрасывать. То есть немножко эту женщину, скажем так, задергивают своим вниманием. То есть слишком много внимания туда. Либо они, если она не перезвонила, хотя обещала, начинают по смс-кам там или где-то что-то говорить. Вот, предъявлять претензии. Ты обещала, но ты не перезвонила. Что за фигня? То есть она ничем не обязана тебе. И это в корне неправильно, потому что она думает, что за хрень, почему он меня в чем-то обвиняет. Что еще хуже, они могут начать писать эти мужчины смс-ки из серии, что я не так сделал. Наверное, я там лишнее слово сказал, прости. Наверное, вот теннисный корт, который я арендовал для нас, он был лишним. Наверное, надо было тебя на хоккей про... Точно, блядь, и прости, я же знал, что ты любишь хоккей. Ну, то есть начинается вот такая хрень. Вот, начинается то, что пчела села, уже не села. Вот. И, собственно говоря, такие они делают ошибки. И вместо того, чтобы включить мозг и как-то эту девушку, наоборот, подзаинтересовать правильным способом, а есть правильные способы, определенные конструкции общения, для того, чтобы она сама захотела тебе перезвонить, они начинают чаще всего вести вот так себя. Следующее. Допустим, вы расстались с девушкой. И, как бы, может быть, расстались из-за какой-то фигни. Но девушка уже приняла решение уйти. И вместо того, чтобы осознать, в чем была ошибка, что я делал не так. Сейчас, конечно же, обязательно найдутся мужчины, которые будут говорить, что просто она шлюха, поэтому она от меня и ушла. То есть, да, она там ушла к другому, потому что она такая-то такая-то. Окей, ради бога, ты можешь думать так, но это неэффективно. Потому что, я еще раз говорю, если твоя девушка от тебя ушла, то виноват в этом только ты, а не потому что у нее природа такая, у нее мама была шлюхой, бабушка, прабабушка и даже кошка, которая у нее дома живет, тоже, сука, шлюха и так далее. И вообще мир говно, и все вокруг виноваты в моих бедах. Это не так. И вместо того, чтобы включить мозг и подумать, так, что можно сделать, чтобы ситуацию исправить? Наверное, нужно как-то изменить свое поведение. Они зачастую не в сторону няшки и не в сторону позиции снизу, а наоборот показать ей, что ты мужик так, алло, э, ты где? Давай-ка домой. И эти мужчины начинают чаще всего делать так, они начинают уговаривать ее вернуться, манипулировать с помощью какой-то жалости и говорить, ты знаешь, вспомните 11 лет или 15 лет, которые мы с тобой вместе прожили, а как же то, что мы купили телевизор в кредит, блядь, это, ну, то есть как же это, а как же то, что мы ездили с тобой в Сочи и так далее. Начинаются такие манипуляции, и это на самом деле в корне неправильно, потому что это ни к чему хорошему не приведет. И это опять же от незнания женской психологии. Все ваши беды, 99% мужчин, все проблемы с женщинами, только потому что эти мужчины не знают, не изучают женскую психологию. Дальше, например, ситуация в клубе. Кстати, прежде чем я продолжу про нее рассказывать, если ты еще не слышал, что у нас 1 июня стартует грандиозный, классный, принципиально новый онлайн-тренинг на тему эффективного общения с женщинами и прокачки своей личности для этого, то у тебя есть отличная возможность забронировать себе место по ссылке под этим видео. Каждый участник, в том числе, получит запись этого тренинга, специальную запаролинную, плюс этого тренинга, то что ты можешь принять участие из любой точки мира. Если сейчас пока нет возможности оплатить, ты можешь забронировать себе цену, создав заказ и оплатить ближе туда уже свое участие к тренингу. И это фактически тренинг личностного роста, потому что мы будем максимум внимания уделять и женской психологии, и твоей личности как мужчины, чтобы ты мог проявлять эту личность так, чтобы любая женщина была твоей без проблем. По поводу клуба, история следующая. Например, ты пришел в клуб, если ты молодой парень, студент и так далее, с какой-то девушкой у тебя завязалось сообщение, классное, потом ближе, ближе, и все, и вы с ней сблизились, и все круто, и ты ее стоишь, целуешь, обнимаешь, твои руки уже лезут ей под юбку, ты ее там трогаешь активно, мягко говоря, кинестетиш, и все круто, и уже под утро, и уже как бы остались только санитары дискотек, когда всех нормальных девушек разобрали, а оставшаяся часть нормальных девушек уже пьяна, там в доску, не знаю, разъезжается. И остались только санитары дискотек, которые обычно приходят в клубы к этому времени или там ждут до последнего, чтобы забрать самое ненужное. И ты говоришь ей, погнали ко мне домой, и она не едет, она упирается рогом, и ни в какую она тебе отказывает. Причем даже до такой степени, что ты настаиваешь, настаиваешь еще больше, ты начинаешь как-то в такой форме, типа из Сирии, а что, все же классно, типа, что такое, почему ты не хочешь ехать, я только что этими руками трогал тебя за попу, ты что? Она говорит, я сейчас приду, уходит в туалет и больше не приходит. Косяк. И ты злишься на нее, ты злишься на себя, ты злишься на весь мир, потому что придется опять прийти домой одному из клуба, и у тебя потрачено куча денег, и ты бы лучше выспался, потому что неделя была тяжелая, ты бухал, блин, практически до 6 утра в этом клубе. Ну, в общем, она не пошла с тобой домой. Вместо того, чтобы включить мозг, например, почему она этого не сделала, все же было классно, можно было попытаться переместить ее не домой, а через какое-то промежуточное место. То есть, допустим, переместить ее, сказать, погнали, попьем чаю, покурим кальян вот здесь, вот недалеко, недалеко от моего дома. Но это не надо говорить. Вот. И тут шумно, музыка, посидим, чайку выпьем, еще пообщаемся, поболтаем, я тебя пообнимаю, поцелую, расскажу тебе классные какие-то истории, и потом отправлю тебя домой на такси. И уже сто процентов, что оттуда бы она, скорее всего, поехала с тобой к тебе домой, и все бы там, ну, как бы, случилось так, как ты хочешь. Но это одна из версий, где ты профакапил, где ты прокололся. Но, как пример, почему нужно было не сразу домой, потому что домой она не хочет, у нее есть страх, то, что, как это так, я же не шлюха, я же нормальная, классная девушка, и так далее. Но она при этом хочет секса, она хочет, чтобы ты сумел сделать так, чтобы вопреки всем ее каким-то барьерам и препятствиям, ты все-таки доставил ей удовольствие. Вот, значит, следующий пример. Ты красиво ухаживаешь, цветы, подарки, там, бла-бла-бла, лимузины, вертолеты, не знаю, теннисные корты. И женщина, она всего лишь предложила тебе дружбу. Почему я говорю про теннисные корты? У меня была недавно консультация, я, естественно, не буду разглашать, там, как звали, и кто такой этот чувак, но он сказал, что вот я узнал, что девушка любит теннис, снял корт, пригласил ее на корт, то есть, и как бы, она уже прямым текстом давала понять, что вы меня заебали своими, блядь, кортами, хоккеями, театрами, музеями, возьмите просто и присуньте мне уже, потому что с секса начинаются отношения, которые могут перерасти в семью, в брак, в детей, во внуков, в 50 лет совместной жизни и так далее, и это прекрасно, это нормально, но вместо того, чтобы сделать какой-то мужской поступок, мужчины начинают внести какую-то хрень, и опять же, все только от незнания женской психологии, смотри, следующая история, ты привел девушку домой к себе, это, правда, такой детский сад, но у меня такое было пару раз, когда девушка говорит, давай так, все, она начинает торговаться, у нас сейчас будет секс, хорошо, окей, о, хорошо, ладно, у нас будет секс, но тогда больше мы с тобой не увидимся, и тут такая дилемма, блин, что делать-то, и секса хочется, и увидеться хочется, и вообще хочется, чтобы она стала моей женщиной, и, например, мужчина такой, блин, ну ладно, хочу лучше с тобой дальше видеться, она думает, блядь, но она, конечно, сама удивительное такое придумать, но такое бывает, и в итоге вы спите в одной кровати, она закидывает на тебя ногу, и говорит, мне так удобно спать, я почему это так рассказываю, потому что у меня была такая пижонская ситуация, когда-то давным-давно, до того, как я начал в этом направлении развиваться, со мной рядом спала танцовщица, танцовщица, с охренительными сиськами, там, с классной попой, красивая, прикольная, тогда мне нужно было много секса, то есть, ну, хоть сколько-нибудь, у тебя тогда был молодой, неопытный, вот, если сейчас, может быть, для меня это не ценность, танцовщица, не танцовщица, там, или сколько у нее сисек, две или четыре, то есть, но, тогда для меня это было пипец, просто, не знаю, манна небесная танцовщица, блядь, у которой я дома, она закидывает у меня ногу, и говорит, мне так удобно спать, и я ничего с ней не сделал, вот, и, ну, неудивительно, что она потом просто слилась, был также случай, когда еще девушка, меня об этом написано в книге, пригласила меня домой к себе, причем мы были прям влюблены друг к другу, и я проявил себя так жестко, типа, эй, привет, там, хотя я тогда не знал пикапа, меня всего три слой колбасило, но я себя так проявил, она подумала, о, клевый чувак, и там через несколько встреч, она пригласила меня к себе на салат, она ходила там в халатике, короче, специально, я думал, как, ну, наверное, мы ляжем спать, там, может быть, и потом я уже там, что-то как-то само по себе произойдет, бог секса скажет, я снизошел на вас, а он, сука, не снизошел, потому что она поняла, что я туплю, она вот так вот легла уже на меня, мы включили телек, правда, мы еще не разделись, я думал, ну, сейчас мы разденемся, в итоге я ничего не делал, я говорю, чувак, тебе, наверное, пора, время много уже, да, кстати, мне тоже пора спать, и тогда для меня было непонятным и удивительным, почему, она как будто бы отморозилась, и все, перестала вызваниваться, говорила, ой, у меня сегодня подруги, друзья, не могу, и все, и в итоге она слилась, а я переживал, думал, что я сделал не так, наверное, сука, я неправильно порезал салат, когда помогал ей резать, точно, блядь, помидоры были слишком крупными, опять же, это все от незнания женской психологии, ребята, когда девушка говорит, я не знаю вам, она уже давно все знает, поверьте мне, и она как минимум хочет, чтобы ты все сделал красиво, бывают такие девушки, которые рассказывают вам о том, не угораем, продолжай снимать, девушки, которые рассказывают вам, какие они заядлые театралки, как они любят раннего Шуберта, там, и какого-нибудь Кандинского, там, и они там зачитываются Станиславским, там, и прочая хрень, и вот эти дальше непонятные слова, которые нашему деградирующему обществу, в том числе и мне, как его адепту, мало знакомы, к сожалению, это мой косяк, вот, и ты ведешь ее в театр, сука, на оперу, это когда визжат, то есть, я не понимаю оперу, это когда просто толстые тетки в таких бальных платьях, и чуваки в лосинах просто, сука, визжат, и ты сидишь и думаешь, боже, что это, блядь, оно еще три часа будет продолжаться, боже, и неудобно достать телефон, там, смситься, неудобно, и она сидит такая вся в искусстве, и ты думаешь, блядь, что я здесь сделаю, для чего мне эти жертвы, но когда ты все-таки решаешься потрогать ее за колено, у нее такое лицо, типа, ты что, как бы, мы в театре, сука, мы на, на опере, и ты делаешь такое, то есть, ты что творишь, она реагирует негативно, как тебе кажется, она говорит, ты что, я-то думал, вот ты человек искусства, а ты, короче, такой же, как и все, просто хочешь секса, и в итоге ты отмораживаешься, не знаешь, что делать, а она в этот момент думает, ну, продолжаем, блядь, то есть, все ее тело показывает, продолжает, все нужно просто уметь видеть телесные признаки женщины, уметь понимать ее телесные какие-то проявления, в этот момент она думает, да, чувак, ты правильно сделал, но я не могу тебе сказать, да, да, трогай меня в жопу оперу, конечно, она будет говорить, что ты делаешь, и суть такая, что у нее, ну, она может быть красивая, нежная, там, ботаническая какая-то, библиотечная какая-то, искусство, искусствовед, блядь, там, филолог, но она просто хочет трахаться, потому что это нормально, девушки хотят секса, любви, поцелуев, обнимашек, отношений, там, эмоций, и ты не знаешь, что с этим делать, понимаешь, в чем прикол, то есть, она, внутри ее сидит дьявол, сидит такая шлюха, похотливая, ну, и это нормально, потому что она может быть одновременно, там, не знаю, директором приюта какого-то, и там, ухаживать за детьми, то есть, но параллельно в ней есть похоть, в ней есть вот эта темная сторона, с которой нужно научиться взаимодействовать, и твоя святая обязанность научиться, то есть, для этого нужно четко понимать женскую психологию, почему она говорит так, почему она говорит сяк, вот такая вот игра, и это на самом деле прикольно, когда ты умеешь играть, когда ты знаешь правила, а сейчас получается по факту так, что 90% мужчин пытается играть в игру, на очень неравных условиях, когда женщина все понимает про тебя, потому что ты для них как белый чистый лист, прям все, по тебе все видно, и плюс у нее еще есть право выбора, она не получила с одним игроком, она говорит, да, в жопу, давай другого, вот они сами приходят, а в твоем случае ты не знаешь этих правил, и самое тупое, что может быть в человеке, в голове мужчины, то, что страх признать себе лично, признать, что ты ни хрена не понимаешь в женской психологии, это тебе очень сильно портит жизнь, он на самом деле гораздо сильнее, чем желание что-то поменять, то есть чем осознание того, что блин, факт, надо что-то делать, я что блин, я нормальный парень, я зарабатываю деньги, я занимаюсь спортом, то, сё, третий десят, почему я обламываюсь, почему я так туплю, я не понимаю, зачем мне эти страдания, переживания, и вот этот страх сильнее, это самое, скажем, злоебучее, что ты можешь сделать, для самого себя, это себя вот так вот обманывать, кстати, у меня такая тема, что я никогда не нравился девушкам сам по себе, вот так вот, у меня есть несколько примеров ребят, которые всегда нравились девушкам сами по себе, и там буквально так, что даже девушки проявляли сами инициативу, они красивые, сука, такие, хотя ссыкливые, бля, пипец, то есть там есть такой парень, который вообще очень красивый, но он такой, мягкий, я всегда думаю, бля, что за хрень, почему так, почему мне приходится, там, пробиваться, то есть это к вопросу о том, что есть ребята, которые говорят, вот, там, нужно быть красавцем, да ни хрена подобного, ребят, лучшие мои ученики, которых я вижу периодически где-то в городе, то есть я, они такие пухленькие, лысенькие, какие-нибудь там, не знаю, кривенькие, косенькие, блядь, ну, не такие, конечно, но всякие были, и у них все круто с женщинами, потому что они проявляют свой харизм, проявляют свою личность, вот, и самое стремное, что, да, вот я в тот момент, когда у меня не получалось самому по себе, естественно, привлекать женщину, я решил, что надо этому научиться, и сейчас я решил научить этому тебя, и у тебя есть отличная возможность этому научиться. Поэтому, собственно говоря, история следующая, что 22-го в 8 часов вечера, я просто честно говоря, не знаю, когда это видео выйдет, возможно, что прям накануне, у нас стартует вебинар, в котором мы прераскроем одну из тем предыдущего, предстоящего тренинга 1 июня, то есть онлайн-тренинга, тема будет такая, как перевести общение с девушкой в сексуальный контекст, как плавно перейти в общение, к теме секса. Здесь самый большой косяк у мужиков, то есть и здесь они тупят, и на этой стадии, именно на этой стадии, вы, девушка записывает вас в друзья, это очень обидно, потому что с доверием проблем нет, вы такой клевый, вы такой классный, интересный, галантный, бла-бла-бла, то есть она вам доверяет, вы такой прям дружбан, но она должна увидеть в вас, будущего своего классного любовника, если вы это не проявляете, то все хреново. Записаться на этот вебинар, так же, как и записаться на онлайн-тренинг, это по ссылке, которая есть под этим видео, записывайся, увидимся, и будем изучать женскую психологию, это очень важно. Увидимся, пока.